У нас в студии наш постоянный эксперт, доктор экономических наук, профессор Виктор Реутов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, действительно, бывает такое, что мы берем кредит на разные нужды, и из-за непредвиденных ситуаций в итоге оказываемся на мели. Но даже в этой ситуации есть же выход, правда? Что делать, как быть? Конечно. Ну, лучше, конечно, долгов не делать, но если уже все-таки пришлось, ну, есть определенные ситуации, как от них избавиться. Да, действительно, многие из нас не понаслышке знают, что такое кредиты. Ну, а также и то, что их нужно своевременно погашать. Ну, а что делать, если временно нечем плодить кредит? Неужели сразу подавать на банкротство? Есть варианты решений без него. Тем более, что банкротство, ну, как мы уже раньше отмечали, далеко не самый лучший вариант. Первое, что можно сделать, это обратиться в банк за так называемыми кредитными каникулами. То есть отсрочки ежемесячного платежа на определенный срок. Во время каникул заемщик не платит по кредиту. Если у заемщика есть просроченные задолженности, там, пени, штрафы, то на время кредитных каникул их заморозят, и они не будут увеличиваться. Но нужно понимать, что срок кредита из-за каникул увеличится, а отсроченные платежи все равно нужно будет заплатить. Они перераспределятся на новый срок договора. Пока заемщик находится на кредитных каникулах, проценты по его займу начисляться все-таки будут, но по несколько иной процентной ставке. Она рассчитывается как две трети от ставки, под которую был взят кредит. Если уже вы заключили договор до 1 марта 2022 года, то это ваш вариант. Но нужно успеть обратиться к кредитору до 30 сентября этого года. Правда, есть еще несколько условий. Так, согласно закону, размер кредита по договору не должен быть выше определенного уровня. Ну, например, для автокредитов сейчас это 700 тысяч рублей, а по ипотеке это 3 миллиона. А также, если ваш доход снизился на 30 и более процентов по сравнению с 2021 годом, ну, что обязательно должно быть подтверждено документально. Но если же ваш случай не подпадает под условия, которые нужны для получения кредитных каникул, все равно можно найти решение. Например, обратиться в банк и уменьшить размер платежей за счет увеличения срока кредита. Это так называемая реструктуризация, своего рода законная альтернатива банкротству. Она возможна в том случае, если доход должника из всех источников за 3 года не ниже суммы долга. То есть считается, что должник за 3 года все же сможет рассчитаться со всеми своими долгами. Реструктуризация позволяет сохранить имущество и не сталкиваться с негативными последствиями банкротства. Ну и последний способ до банальности прост. Все-таки найти деньги для погашения долгов. Но как? Сначала используем все возможные финансовые способы, такие как налоговые вычеты, за детей, за лечение, обучение, спорт, пенсионные программы, имущественные, за покупку или постройку жилья, включая проценты по ипотеке. Можно посмотреть на госуслугах раздел пособий и льгот. Возможно, вы подпадаете под какие-то выплаты или льготы. Мы анализируем имеющееся имущество. Вероятно, можно что-то продать, что не приносит дохода или не используется. Но среди таких вещей вполне может оказаться и машина, если ею редко пользоваться, а ее обслуживание стоит немалых денег. К тому же сейчас все очень подорожало. Но ни в коем случае нельзя брать новые кредиты и тем более микрозаймы для того, чтобы продолжать платить по имеющимся долгам. Это однозначно путь к банкротству или к такой кабале, из которой вырваться будет уже крайне сложно. Спасибо большое. Это действительно ценные советы. Я надеюсь, они многим помогут достойно выйти из сложившейся сложной ситуации. А я напомню, что в гостях у нас был доктор экономических наук, профессор Виктор Реутов. Вообще...